МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Наконец, теперь уже завтрак будет готовить вам не какой-то человек в синем фартуке, а настоящий повар, которому мы позвали, Михаил Зверенко, су-шеф одного из рестобаров в Красноярске. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я вам очень рада. Меня уже пытались тут накормить, но было невкусно. Нет, ну посмотри, Михаил. Даже выглядит ужасно. А выглядит как? Да, выглядит ужасно. СМЕХ Пробовать я даже не буду. Мне пришлось, он меня пытал. А я поел, ну ничего страшного. Я думал, вдруг Михаил не придет, надо было наедаться. Что у нас сегодня из такого ингредиента? Очень красиво пока все выглядит. Да, мы будем готовить... Чио-пудинг? Чио-пудинг. Это правильное питание. Катя у нас приверженец правильного питания. Я тоже, кстати, приверженец. По нам всем видно, мне кажется, что мы приверженцы. Я вот гречку с сухофруктами обычно. Что нам нужно для этого? Давай перечислим ингредиенты. Кокосовое молоко, непосредственно семена чиа. Они уже здесь в смешанном виде, да? Да, я их... Накануне их замачивают? Да, их помещают в кокосовое молоко и часов 8-10, чтобы они постояли, чтобы они набухли. Семена чиа имеют такое свойство увеличиваться в 27 раз. 27 раз! Это как человек, который не будет правильного питания придерживаться, он тоже будет увеличиваться в 27 раз. Ну примерно так. Хорошо. А что под семенами чиа у нас в другом контейнере? Нет, здесь уже все, кокосовое молоко с Геннадьевичем. А это сами... А это просто я показать, как они выглядят. Малышки такие. Ну да, заметно, разбухли. Ягоды. Да, свежие ягоды и экзотический фрукт киви. Вот это что такое? Сироп топинамбура. Первый раз вижу и первый раз сейчас почувствую запах его. Как его делают вообще? Берут топинамбур и делают сироп. Ну да, я знаю. Многие сейчас отказываются от сахара. Я углубился в это. Пробовал многие сахар заменить или но. Пришел к выводу, что вот это на сегодняшний день, ну, по крайней мере, это мое мнение, лучшее. Натуральное. Натуральное, да. Он также растет у нас в Сибири. Этот такой корень также еще называют сладкая груша. Ну да, да. Похоже что-то вроде имбиря. И вот делают вытяжку, и получается сироп. У нас сковорода еще стоит на плите. Мы что-то будем жарить? Да, мы будем готовить бризоль с индейки холодного копчения. Ничего себе. Давайте, с чего мы будем начинать? Начнем с пудинга-чья. Поехали. Так. Давайте. У меня вот есть такие красивые баночки. Так. То есть первый все-таки пойдет сам вот этот вот микс из молока и чиа. Да, то, что они предварительно у нас набухли. Мне всегда было интересно блюдо, которое... Нет, вы продолжайте, да, я буду по ходу задавать вопросы. Когда в меню у заведения есть, например, такое блюдо, которое нужно заранее за 8 часов там замочить. Это реально там ведро чья замачивается в кокосовом молоке. Мы же не знаем, завтра будет спрос на него или нет, или как это делается? Или есть какие-то секреты? Да, интересно. Я готовлю это дома для своей жены. Там точно объем понятен. Ну да, да, объем ясен. Да, срок годности кокосового молока при вскрытой упаковке, к сожалению, 2 дня. Вечером приготовил, в принципе, 2 таких баночки. И утром, либо вечером можно покушать. Это не обязательно завтрак, но в нашем случае это завтрак. Ну да. Как раз ночь у тебя простояла, и все нормально получилось. У тебя есть меню кокосовое молоко? Нет. Нет? А почему ты не пользуешься? Это очень вкусно. Тоже, кстати, растительно. Да. Вот как-то, знаешь, руки не доходили. Да. Сейчас, спасибо нашим супермаркетам. Даже вот такие продукты есть везде. Абсолютно. Подожди. Сейчас эзотики у нас хватает круглый год. И кокосовое молоко очень полезно. Это растительное молоко. Его выжимают с самой мякоти. Это ошибочное мнение, что вот эта водичка, это молоко. Нет, это просто жидкость. Если мы возьмем сейчас в тетропарках даже есть, да, вот кокосовое молоко, там оно такое густое. Да, да, да. Смотрите, нарезаем киви. Я пробовал много сочетаний фруктов. Ну, пришел вот сейчас еще у нас весна, гриб гуляет. Я больше взял фруктов с витамином С и ягод. Да, у киви же там очень много, ведь витамином С чуть ли не больше, чем в лимоне. Больше, конечно. И еще я пробовал такой же чаепудинг. Уникальное сочетание хурмы и цитруса. Либо мандарин, либо апельсин. Очень вкусно. Попробуй обязательно. Да, мы кокосовое молоко добавляем немного топинамбура. Он сладенький становится. И без грамма сахара. То есть, когда замачиваем, сразу добавляем топинамбуру? Да, конечно. Видишь, мы сейчас узнаем, как у нас разнообразие в завтраках, как появится. А то что все докторское, да докторское на черном хлебе. Да, Антон? Да, Катя, да. У меня именно так. Я вижу просто, как Антон заворожил этот процесс. Он даже взгляд не отводит. Когда красиво выглядит, ну что ты скажешь? Хочется смотреть как на горящий огонь, понимаешь? Да, вот повезло, да, супруге, которая каждый день такой завтрак? Ну не каждый уж, но поправить. А как интересно, повар, который профессионально готовит целыми днями, завтракает сам? Сапожник без сапог или сапога? Я завтракаю, наверное, в часиков в одиннадцать на работе уже. Что есть в меню, тем и завтракаем, да? Да. Типа того. Да. Ну как раз каждый ресторан, он обязан пробовать, прежде чем давать. Там обязательно есть бракиражная комиссия, и все все пробуют. Какая комиссия? Бракираж. Мы заполняем бракиражные журналы. Повара мне приносят блюда, и мне приходится их пробовать. Хочешь, не хочешь, а позавтракаешь. Хочешь, не хочешь, да, позавтракай. Я куплюсь одно блюдо, напробуй. Да, оно и так пахнет из-под стола. Убери, оно не прошло уже бракираж. Не прошло бракираж, как мы заговорили. Посмотри, какой контраст. Здесь такая красота, оттуда так воняет кашей. Пахнет гречкой. Люди скупили гречку, думаешь, что у них дома сейчас будет фиалками пахнуть? В этом случае воняет каша, а не пахнет гречкой. Мы прервемся на небольшую паузу и вернемся уже с красотой в полном собранном виде. Да, с готовым пудингом. Чио-пудинг с ягодами. Михаил Зверенко, су-шеф одного из рестобаров в Красноярске сегодня в гостях. И вот, собственно, такая красота у нас. А сироп-то пенамбура к этому же блюду? Да, конечно. Я же говорил, да, он уже в кокосовом молоке. Посмотрим, как это выглядит. Здесь можно уже напитаться только внешним видом. Подождите, тут надо еще для контраста зелененького. Да, и небольшой штришок. Ой, какая красота. Ну все, ресторан на дому. Гляньте. И киви там прорывается в кадр. Да, вот киви классно смотрится из-за таких проблесков. Кать, ну что, ты натерпелась сегодня, ты заслужила. Давай вместе я тебя с собой возьму. Нет, не надо. У тебя же не пробовал никогда. У нас еще индейка по плану, да. Что с индейкой, кстати? Ну-ка давай. Давайте будем готовить брестоль. Брестоль, это что такое? Вообще, это способ приготовления. Мы рнем сейчас вниз. Это нам нужно? Да, конечно. Это молоко. Это молоко. Способ приготовления брестоль. Чтобы ты понимала, Катя, вообще. Это значит, что-то зажаренное в яйце. А, о, то есть когда мы берем хлеб, в яйце зажарим, это не гренка вам какая-то. Это вот хлеб брестоль. Смотря какой ты хлеб зажаришь, то возьмешь какой-нибудь из компании, которая не прошла проверку, там не получится у тебя брестоль. Берем твои, да. Это другое. Можно включить плиточку на средний огонь. Ты точно не будешь? Это безумно вкусно. Ну, не знаю. Давай пробуй, пробуй, пробуй. Да, гречка есть, конечно. Нет, это не сравнится. Ты слышишь, какие звуки... А, так ты еще даже до киви не добралась. Я до киви не дошла, я по чуть-чуть дам. А я дошел сразу. Слышишь, какие звуки должна издавать девушка, когда пробует завтрак от тебя? Ну, вот прям. Ну, я в девичьих звуках не силен, конечно. Ну, не пухло от каши. Примерно понимаю. Ну, как? Ой, ты как всю красоту разломал, взял, а? Мне жалко тебе. Какая может быть красота, если речь идет о быстром-быстром поедании? Не надо быстро, надо вдумчиво, тебе же сказал сегодня эксперт. Сейчас сотрет весь мой чья. Гениально все. Доедай. Нет, спасибо большое. Очень вкусно. Он сегодня самый сытый эфир. Самый-самый. Да? Смотри-ка, у него какая штука. Бедная наша аппаратная. Они там смотрят, как мы уже три с половиной часа едим. Ну, уж не три с половиной. Ну, уже почти, что ж. Не по своей воле едим. Так надо для искусства. Давай изображать, что нам не нравится. Ну, нет. Чтобы полегче было. Нет? Это невозможно. Ты уже изобразила. Нет, я там искренне была абсолютно. Берем два яйца. Это молоко уже обычное? А? Молоко обычное? Да. Не кокосовое. Не кокосовое. Это уже простенький быстрый завтрак. Простенький быстрый завтрак. Пока включили сковородку, разогревается с маслом. Молоко с яйцами. Добавляем молочка. Взбиваем венчиком. Так. А как все по классике гренок? Яйца, молоко. Классика гренок. Я еще тертый сыр добавляю. Можно книгу издать. Подождите, у нас сейчас все впереди. Ну, он же он стоит в уголке. Оказывается, я лет с восьми готовлю Бристоли, даже не знаю об этом. Вот дает. Вот открытие у меня сегодня. Выливаем в сковородочку. А вот здесь уже не как с гренками. Я сначала гренки обмакиваю вот в эту смесь, а потом жарю. Пошли. Окантовочка пошла уже обжариваться. Пока у нас готовится, мы готовим начинку. Режем индейку. Индейка копченая. Да, холодного копчения. Дело мастера боится, даже жарится красиво все. Ух ты, индейка режется красиво. Жарится красиво, да. Ты, индейка красивая. Ну что ж, я не знаю, куда податься. Ты прям комплексовать начинаешь, да? Ну, конечно, я со своей гречкой тут докопались до меня. Приготовь, приготовь блюдо из гречки. Получили. Ну, ты же понимаешь, что в ближайшие месяцы мы с тобой в каждой рубрике лучше повара позвали, будем готовить только из гречки. Да, и ты через этот месяц мне скажешь, ой, гречка, наконец-то, так неожиданно. Рано или поздно я должна сдаться твоей гречки. У нас должно все зажариться сейчас. Да, получается яичный блинчик. Яичный блинчик. Ну все, ждем тогда. Ждем, можно увеличить температуру. Можно вот так рукой закрыть, как будто это крышка. У нас в семье есть фирменный салат из яичных блинчиков, но там даже молоко не добавляется. Там очень тонкие, только яичные блинчики. Вот так же жарятся, потом сматываются рулетики и очень мелко шинкуются. Это так вкусно. И никто не может понять из чего. Катя рассказывает все в надежде, что Михаил ей скажет какое-то название этого блюда нового. А может это тоже называется как-нибудь? Это называется чекинг-блин. Ну все, видишь, Катя, ты записывай куда-нибудь. Да, я запоминаю. То ты всю жизнь ела блюдо высокой кухни, а название не знала. Не знала. Лучше, чем наоборот, когда ты всю жизнь думаешь, что ешь брестоль, а это подходит жизни к ренке. Пока зажаривается у нас, да, Михаил, расскажите Кате, пожалуйста, есть такое блюдо, яйца Бенедикт, есть яйцо пашот. Вот как их отличать? Я ей утверждаю, что яйцо пашот – это одна из частей яйца Бенедикт. Правильно? То есть яйцо Бенедикт – это блюдо само, да? А яйцо пашот – это просто яйцо, сваренное вот таким способом. Яйцо пашот у нас, желток должен вытекать. Угу. Обязательно. А у Бенедикта? Бенедикт тоже вытекать? Не знаю. Надо просто взять яйцо пашот и положить сверху на что-нибудь. Что-то нужно. Ну я прогуглю потом. Давай, хорошо, проверишь. Какой вариант. Ну, запахом. Добавляем сыр. А, вот так это делается? Это как будто он фаршированный. Да. И в то же время мы не зажариваем мяско, у нас жареное получается, только блинчик, брестоль. То есть приготовление в жареном яичном блинчике получается. И он при этом будет тепленький у нас, вот этот мясной кусочек. Ничего, блин. Брельятный. О, какая корочка-то какая корочка. Можно убрать. Я прям не могу оторваться. Ну и сыру достаточно, да, температуры, чтобы расплавиться? Да, чтобы расплавиться, да. А какой сыр так расплавится быстро? Все сыры или есть какой-то особенный? Да нет, все обычные сыры, но я думаю, кроме пармезана, это твердые сыры, которые... Не успеет. Да, температура плавления у него выше. Давайте подготовим пока тарелочку и порежем помидорок. Сейчас будем сервировать. Тебя вставлять нет? Ты закончишь? Нет, 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 ну вкусно. Все, завязывай. Ну вкусно. Сейчас блинчик из индейки еще поешь. Взяла добрала. Смотри, красота какая. Все, уже последние штрихи у нас. Осталось только переложить на тарелку. А еще дегустировать. Ой, ну это вот без тебя никуда в этой части. Да, 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 конечно. Хочу заметить, с жареными блюдами всегда очень хорошо сочетаются свежие овощи. Это хорошо для пищеварения, для усвоения жареной пищи. Итак, томат. Тоже помидоры красивенько. Оп. Замечаете, как все быстро у нас? Раз, 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 точные варианты для завтрака. Да, с гречкой так не получилось. Да и гречки ты так дегустировать не рвалась. Ну, извини, тут как бы все де-факто. Если так уж не срослось сегодня с гречкой, видимо, мне придется затариваться в случае карантина яйцами пашот. Да, и чем пудингом? Внимание. Шелеп я туда. О, оба-на. Хоп. Есть. На зеленом фу... Ну, как так, а? На салате все прекрасно смотрит. Да вот нет. Если бы я гречку свою туда положил, ничего бы не получилось. Ну, гляньте. Красота? Как-то так. Ну, давай, снимай пробу. Как бы ты дома у себя назвала такое блюдо? Ну, я бы уже теперь обозвала Бристолем. А до этого? А до этого, не знаю. Омлет с индейкой ты бы ее назвала. Ну, наверное, да. Михаил Зверенко, сушев одного из рестобаров в Красноярске, был сегодня у нас в гостях. Михаил, спасибо огромное. Вы видели, как буквально за 5-7 минут вот такая красота появилась на ваших глазах и на нашем столе. И вам того же желаем. Завтракайте вкусно, завтракайте быстро. Но готовьте быстро, а ешьте уже потом помедленнее. Редактор субтитров А.Семкин